Доброе утро! Предприниматель из Нижневартовска выиграл всероссийский конкурс. Павел Бараулин презентовал свой бизнес-проект и стал лучшим молодым предпринимателем России. Ну, к слову, мы уже выходили с Павлом на связь месяц назад, когда он выиграл в окружном конкурсе и только готовился к федеральному этапу. А теперь можно сказать во всеуслышание. Победитель конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Социальное предпринимательство» Павел Бараулин у нас на прямой связи. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Здрасте! Павел, как ощущаете себя в новом статусе лучшего? Как это? Ну, если честно, я еще до сих пор не понял. Это, на мой взгляд, такой небольшой кредит доверия оказыван мне. И сейчас нужно продолжать работать только вперед. Но не было такого, что все, я в Нижневартовск заезжаю, голова поднята максимально. Сказать, ну, с кем вы разговариваете? Вы с лучшим предпринимателем, молодым предпринимателем России? Нет, абсолютно не было такого ощущения. Говорю наоборот, появился какой-то дополнительный груз ответственности даже. Но перед поездкой были все-таки в себе уверены? Нет, нет. Уверенность была. Не было уверенности, что войду в призы. Потому что, когда туда приехал уже в Москву на федеральный конкурс, он был очный, надо сказать, что очень хорошо, на мой взгляд. Увидел, что были очень сильные предприниматели, очень сильные предприятия. Но мне повезло, возможно, что они и в другой сфере предприятия. Кто-то в строительстве, кто-то в производстве, кто-то в товарах. И здесь немаловажный факт сыграло то, что оценивалась не успешность компании, не ее капитализация и рентабельность, а именно личностное качество самого руководителя. Вообще, как все прошло? Расскажите, как сам конкурс прошел? Вот какая была атмосфера на конкурсе? Столько специалистов. Каждый волк в своем деле, тигр, лев. Атмосфера была очень позитивная по той простой причине, что конкурс проходил заочно. То есть мы туда приехали, был небольшой формат нетворкинга, обучения. И мы уже, по сути дела, все делегаты с разных регионов, они уже не принимали фактическое участие в конкурсе, а приехали для создания комьюнити и для церемонии награждения уже. То есть сама оценка, она проходила в онлайн-режиме. То есть мы отправляли анкеты, видеоматериалы, презентацию наших бизнес-проектов. И конкурсное жюри, оно уже заочно оценило. Но никто еще не знал, кто займет какие места. И вот находились в неведении. Был такой сюрприз для всех присутствующих. Ну а от российского жюри получили какую-то обратную связь? Кто-то сказал, что вот здесь вот бы немножко доработать, здесь еще бы подумать. Или наоборот хвалили. Да, и сразу сказали, Павел, бис, приезжайте. Преклоняем. Ну, было бы странно, наверное, если бы занял первое место и сказали, ну, чуть-чуть вот, да, вот недоработано. Нет, всех хвалили, никому не в упрек, ничего не говорили. Все в целом позитивно и хорошо. А что-нибудь новое для себя почерпнули? Да, это же поездка, это же не только церемония награждения, это же и общение, может быть, поделились опытом. Может быть, какие-то идеи для себя нашли? Это и было в основном общение. То есть мы знакомились с предпринимателями с разных регионов, с абсолютно разными бизнес-моделями. Вот что интересно, узнать, насколько разные бизнесы у людей. Кто-то вот коз разводит, понимаете, я коз-то вообще ни разу не доил. Да, их доят, с молоком там что-то делают, там у кого-то своя сыроварня, там франчайзинговые сети. Насколько все разное, и люди вот, что интересно, нет такого традиционного понятия. Вот буду заниматься там продажами на маркетплейсах, например, такие тоже были там разные. То есть абсолютно вот что-то, знаете, такое на грани с миссией жизненной. То есть вот что-то понравилось ему, допустим, кирпичи делать, он все, я кирпичник, он буду кирпичи всю жизнь делать. А мы знаем, что вы по профессии... В своем маленьком кирпичном заводе. Павел, мы знаем, что вы по профессии адвокат, и знаем, что пять лет назад вы решили кардинально изменить свою жизнь и открыть спортшколу. Вот расскажите, как это произошло и что вас подтолкнуло к этому? Это был понедельник, вы захотели жить, начать жить с нуля? Не исключено, что это был понедельник. Ну просто захотелось что-то именно сделать полезное для общества, что-то социально значимое, вот такое вот компенсировать мою деятельность, да, связанную с адвокатом по уголовным делам я был. То есть это такое сложное ремесло достаточно морально. И мне хотелось вот что-то сделать социальное, что-то связанное, возможно, с детьми. И так как и любил и спорт, и детей, и все это вместе связанное, вот, видимо, пришел к тому, что спортивная школа для детей от трех лет – это то, что нужно мне. Ну победа, победа в Акрушном, теперь уже в российском конкурсе. Вот для вас что? Это подведение черты и итогов? Все, я состоялся, меня оценили, я молодец. Или все-таки это такой хороший задел на что-то новое? Вы знаете, мне вот сильно хочется, чтобы это не была победа ради победы, чтобы вот просто, ну, победил и все. Вот мне хочется, чтобы вот этот вот конкурс, а это, на мой взгляд, любой конкурс – это подтверждение компетенций каких-то. То есть если ты победил в конкурсе, значит, ты компетентен в этой отрасли. Так же было и когда я был адвокатом в 2012 году. И мне хочется, чтобы вот это вот, это достижение, оно дало толчок продолжения этой деятельности. Чтобы, возможно, появился какой-то партнер, возможно, появился какой-то инвестор, желающий реализовать свои какие-то идеи, да. И вот у него нету наработок, нету знаний, нету компетенций, он бы вот, там, по званию как-то вышел на меня или на нашу школу. И совместно мы реализовали какой-то хороший проект, который бы помог городу, региону, там. У нас есть идея, мы пробовали сами реализовать подобные проекты, там, с крупными предпринимателями. То есть хочется, чтобы это было не просто так, и это было не просто увлечение, а это масштабировалось и приносило пользу людям. Ну что же, вот прямо сейчас со всех телеканалов югорских зрителей, инвестор, позвони, позвони. Ну что ты, ну что ты тянешь, ну вот же уже, ну Россию уже выиграли, ну позвони. Мы надеемся, что это случится. Да, и конечно же, говорим вам спасибо огромное, поздравляем с победой, ну и спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо за поздравление. До свидания.